Ширдаг.com с Шабулат Шамалайевым. Беллатуар 90 победа в финале Рад Мартинеза. Шабулат, это был отличный перформанс. Эта борьба с Радом была делана дважды в прошлом году. У тебя все эти месяцы для подготовки, вы думаете, что у тебя будет сладко? Я нахожусь здесь с Шабулатом Шамхалаевым. Шабулат, тебе наиболее сладкая победа, так как этот турнир, можно сказать, перенесли два раза, и ты очень долго работал на этот турнир. Да, очень приятная победа. Очень долго готовился к нему. Турнир затянули так долго тоже. Очень рад, что так выиграл. Действительно, это счастливая победа. Я ждал этого борьба. Я готовился к этому борьбу, и это было очень тяжело. Но я рад, что я здесь. Да, ты точно. Когда начать борьбу, ты реально стоялся перед ним. Ты думаешь, что ты хотел сделать его первое движение. И ты являлся гораздо быстрее борьба. И это было на дисплее, когда он поднял его локик и его в ряду в ряду. Ты ожидал, что у тебя есть такая большая победа? Видно было, что ты когда с ним работал, что ты хотел работать вторым номером с ним, как бы вызывающий с ним, ждал его первого момента. и потом отвечал ему именно. И ты считал, что у тебя намного больше скорости, чем у него в бою? Да, я так и знал. Он очень сильный. Я почувствовал его, когда он проходил ноги, просто не смог его остановить. А ты только трендовался, чтобы оттягивать ноги. Ну и чувствовал, что я намного в скорости опережаю. Я даже мог спустить руки и подходить к нему. Я видел все его удары. Я чувствовал, что я был гораздо быстрее чем он. В факт, я был так уверен, что я мог бы просто поднять свои руки и просто боббин-вив в фронтах. Потому что у меня было больше скорости, но у меня было больше физического преимущества. Поэтому я не могла ничего не пройти клинча с ним. В ряду 2, когда ты услышал его с флурой, это было сложно понять, что это было что он услышал. Но Рад был способен держать и он не имеет ноги под ним. Но он успел бросить финиш за время. Что произошло в твоей голове? Ты знал, что он болит, но это было время, чтобы получить финиш. во втором раунде, когда ты хорошо его зацепил, и ты уже мог, в принципе, его, казалось бы, что ты мог просто его там закончить, но он еще более-менее сопротивлялся. Что у тебя было в мыслях? Ты хотел сразу напрыгнуть его, попытаться добить, либо как бы более так постепенно смотреть ситуацию? Ну, я как бы тренировался. Мои тренера и как бы наша школа не позволяет нам бежать на соперника, как бы он не плавал. Я часто наблюдаю, как просто здесь просто бегут на соперника, и даже какой бы он ушатанный не был бы, он может встретить и повалить, но не знаю, дисциплина или что, или опыт. Ну, попал, это не случайность, я могу еще раз попасть. Вы знаете, многие ребята пытаются закончить и видят, что они поняли, и они думают, что этот парень будет полностью. Но многие иногда, они получают ошибку, и они получают самостоятельно. Моя команда и моя команда в России, у нас много дисциплина. Мы пытаемся анализировать ситуацию и действовать в порядке. Вы получили предпочтение 100,000 пейдей, что, я уверен, очень хорошо. Пат Коррин еще должен защитить его титул в следующем с Данилом Страус. У вас есть выбор, или вы думаете, что они будут бороться с двумя в будущем? Сегодняшняя победа, ты теперь претендент на титул. И в бой за титулом ты с кем бы хотел драться? со Страусом, или с Коррином? У тебя есть какое-то предпочтение? Я не приехал выбирать соперника. Я уверен, я могу драться с любым. Конечно, мне хотелось бы подраться с Коррином. Он такой же ударный, как я. Я думаю, этот бой всем понравился. Все знают, бой в стойке намного красивее, чем вязкий бой на полу, или возле сетки. Я думаю, что я не пришел сюда, чтобы выбрать моих противников. Но я предпочитаю Коррином, потому что это будет веселее для фанатов. Я думаю, что это будет очень веселее и веселее это будет веселее по-другому. гипотеза, 25, 25. 25, 26, 26, 25, 26, 27, Продолжение следует...